Саляму алейкум, рахматуллах и у баракату. Мы продолжаем с вами изучение арабского языка. С вами Малик. Не забывайте подписываться, делиться со своими близкими, родными, знакомыми. И мы сегодня приступаем с вами к следующей теме «Аль-Маудур Утэй Али Цуэля Ашрун», то есть 23-я тема. Это тема харфу «Ха». И слова, которые будут здесь встречаться, они в своем составе будут иметь эту букву. Итак, первое слово «Ха-На». Само написание буквы «Ха», если мы остановимся немножко здесь, оно или полностью на строчке, или может опускаться в положение отдельно или в конце слова ниже строчки. Когда в начале слова мы видим такую небольшую, как бы волнистую линию, которая потом продолжает свой, вот этот хвостик свой на строчке, соединяясь с последующей буквой, если же у нас буква будет соединяться еще, предыдущая какая-то буква будет соединяться, тогда мы видим такую соединительную линию, потом буква «Ха» и далее она соединяется с последующей. Если же она в конце, уже не с чем соединяться, хвостик заворачивается сюда и в отдельности также уже будет писаться. Точек нету в этой букве, то есть буква произносится из середины горла, ха-ха, да, легкая, без каких-то хрипов буква. Хана. Хана. Слово «Хана» — это глагол, который означает «наступать», то есть наступило, например, и это связано наступать не ногами, имеется в виду наступать, а наступило, например, время чего-либо, то есть как бы пришло какое-то время. И как раз здесь предложение такое. Хана. Охутут дарси. То есть наступило время, охут — это время урока, то есть наступило время урока, пришло время урока. Да, то есть мы видим такой смысл этого глагола. Следующее слово «сахифату». «Сахифату» — это газета. Здесь буква «Х» уже в середине. Предложение. «Халь индака сахифатул мединати?» «Халь индака сахифатул мединати?» То есть у нас у тебя есть газета города, то есть городская газета. «Халь» мы видим вопросительная частица, которая показывает нам на то, что это у нас вопрос. «Инда» как «у» и «ка» — «тибя», то есть у нас идёт здесь два слова вместе. «Инда» плюс следное местоимение. То есть у тебя «сахифату» — газета, и у этого слова есть мудафилей «аль мединати», то есть газета города. Или в русском варианте это как бы городская газета, которая, например, выпускается в каком-то городе или от города. «Халь индака сахифатул мединати?» У тебя есть городская газета? Следующее слово «мурихун» — «мурихун», то есть удобный. «Мурих» — удобный. И предложение, конечно же, в составе будет иметь это слово. «Хада ма'адун мурихун». «Ма'ад» — это кресло, кресло в арабском языке мужского рода, потому что всего мужской или женский в арабском. «Хада это ма'адун мурихун» — удобное кресло, так как это сифа, сифа полностью сочетается с маусу, с словом, к которому оно относится. Род — это мужской, число единственное, здесь «рафая падеж», «ун» указывает на это, и состояние неопределенное. Это удобное кресло. Следующее слово «сабаху». «Сабах» — это утро. «Утро». То есть такое стандартное словосочетание «сабаху» — утро, а «альхайр» — это благо, добро. То есть «утро» — благо. В арабском варианте это словосочетание используется в значении «доброе утро». «Сабаху» — «хайри» — в ответ может быть «сабаху» — «нур», как такой эквивалент тоже. То есть «доброе утро». Переходим к упражнениям. В упражнениях вы увидите аяты, в которых есть в составе такая буква, да, то есть вы можете почитать и потренироваться. Также упражнения на пропись буквы «ха», да, опять же в разных позициях вы здесь видите, прописываете, тренируетесь. Далее идет упражнение на чтение и письмо, опять же буквы, вернее, слов с этой буквой. Тахт. Тахт — это как бы под, да, может быть под. Прочитаю, потом переведу важные слова, которые, возможно, не встречали до этого. Тахт. Сухун. Тахт. 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 Слова, которые я бы вам посвятила еще выписать в свой словарик, это «тахта», то есть «под», дополнительно, какие уже были, то я надеюсь, вы их и так уже знаете. Также слово «халиб», «халиб» в значении «молоко», приходит, да, «халиб», «барид», «барид», «холодный», то есть «холодное молоко». Вот, «сахн» — это «тарелка», «сахн» — «кабир», то есть «большая тарелка». «Хакль» — это «поле», «хаклюн джамиль», «красивое поле». «Масаха», «маджид», «маджид» — это мужское имя, «масаха», то есть «вытирать что-то», да, «вытирать», «стирать», может. Вот, эти, я думаю, самые такие слова, на которые следуют, важные, да, на которые следует обратить внимание. Дальше у нас идет мука балатун саутиятун бейна ха ва ха, да, то есть такая зарядка артикуляционная для похожих букв, буквы ха и ха, да, то есть и вот звуковая такая зарядка или анализ, да, и тренировка на развлечения или произношение этих букв. Ха — это середина горла, ха — это уже верхняя часть горла. Итак, прочитаю вам слова, и вы повторяйте, слушайте, повторяйте. Еще раз. Худудун, худудун, хамилун, хамилун, хала, хала, хара, харифун, харифун, махзун, рахим, рахим, махабиру. Махабиру, манахун, манахун, афрахун, афрахун, саха, саха. Эти слова читайте, пытайтесь произнести правильное, иншалам. Далее упражнение, где вы должны найти слова с буквой ха и написать номер этого слова, да, как здесь. Ха-ри-рун, ха-ри-рун, ха-ри-рун. Слово номер один, вот мы его и пишем, здесь номер один, так как здесь буква ха. Так проделайте со всеми словами. Следующее упражнение. Смотрите, есть ли там буква ха или буква ха. Опять же, пишите рядом, например, хизя-на-тун, аль-харфу ха. Здесь ха-ри-сун, аль-харфу ха. И четвертое упражнение. Игра-вактуб. Читайте и пишите следующие слова. Хубз. Хубз – это хлеб. Худар, хубуб, сабах, хурудь, худур, шуюх, харам, махзан, сахур. Эти слова читайте, произносите, прописывайте. Уже многие из них вы знаете, поэтому вы можете уже с легкостью узнавать и находить много чего знакомого в этих словах, в этих упражнениях. На этом наш урок подошел к концу. Благодарю вас за то, что изучаете арабский язык вместе со мной. Не забывайте делиться со своими близкими, родными, знакомыми. Делиться благими знаниями, иншаллах. С вами была Умм Малик. Ассаляму алейкум. Варахмату Благи. Варакату.